Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В областной детской больнице случилось чрезвычайное происшествие. Двое маленьких пациентов пострадали из-за невнимательности врачей. Новые подробности – дело экс-премьера Сирика Ахметова. Свидетели рассказали о махинациях дела фигурантов Ахметова. Сдача квартир пострадавшим от весенних паводков этого года продолжается. С сегодняшними обладателями новых домов стали жители поселка Агадыр и села Аксуа-Юлы. ЧП из-за клизмы. Двое маленьких пациентов пострадали из-за невнимательности врачей. Дети оказались в реанимации после, казалось бы, обычной процедуры. За столь грубую ошибку уже уволили младший медперсонал. В областную детскую больницу родители привезли двухлетнего османа на обычное обследование. Перед проведением одного из исследований малышу необходимо было промыть кишечник. А по окончанию процедуры мальчику стало плохо. Ребенок уже начал кричать и начал какать пеной. Вот это все белое. Она же все шипит. Ребенок начал терять сознание. Весь посинел, не стал дышать, похолодел. Я думала, он уже умер. Ребенка срочно госпитализировали в реанимацию. Как выяснилось позже, медики попросту перепутали флаконы. И вместо дистиллированной воды ввели в организм малыша 6-процентную перекись водорода. Позже стало известно, что в тот же день такую неправильную процедуру провели пятилетние девочки. Объяснить, как они это перепутали, они до сих пор никто не могут. Но факт в том, что была видена перекись. Любой медработник перед проведением любой процедуры должен читать, что написано в флаконе. Чего было не сделано, получается, нашими сестрами. Врачи уверяют, что подобных случаев в больнице еще не случалось. Насколько серьезно пострадали дети и каковы шансы полного восстановления, будет известно лишь через несколько дней. Когда проведут всесторонние обследования. Сейчас состояние детей стабильное. Их перевели в общие палаты. А вот персонал, допустивший ошибку, уже уволен. Осель Шузнобаева, Арман Нуртаев, Первый Карагандинский. Свидетели по делу экс-премьера Сирика Ахметова дают показания против бывшего Акима области Бауржана Абдишева и бывшего заместителя Акима Тельгарина. Один из допрошенных утверждает, что получал незаконные указания от бывшего градоначальника по электронной почте. Судебный процесс начался в 9.30 утра. Экс-премьер-министр Ахметов выглядел изнуренно. На процессе вопросов не задавал. Лишь изредка переговаривался со своими адвокатами. Суд рассматривал эпизод незаконного строительства транспортно-логистического комплекса в Караганде. Из предварительно заявленных свидетелей на заседание явились только Абеков и Сыздеков. Руслан Сыздеков – директор и соучредитель компании СТК «Конар». Фирма осуществляет строительство и оказывает услуги по проектированию и разработке проектно-сметной документации. По словам свидетеля, приказы от Абдишева начали поступать после того, как в 2011 году в его компанию обратился председатель правления акционерного общества Агроконсалтинг К. Муханов. Говорит, что поручения приходили по электронной почте. Нет, я объяснил, что я отчитался в электронной переписке о том, что я ездил, и о том, что я видел там мой подробный отчет в том виде, в котором, ну, как я его помню, что это должен быть какой-то там документ с названием отчета, с содержанием, с какими-то рекомендациями на нескольких там местах, возможно, там, тамах, я не знаю, я такой не успел сделать. Однако в материалах уголовного дела доказательства электронной переписки нет. Свидетель пояснил, что мог их просто стереть. А вот бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства Ергулан Абеков рассказал, что сделал заключение на разрешение строительства транспортно-логистического комплекса по прямому поручению экс-заместителя Акима города. Уверяет, незаконный документ он сделал по просьбе Айбара Тельгарина. Пришел Тельгарин Айбара Тельгарина. На руках была у него папка с материалами ТЛК. Он мне сказал, что надо написать положительное заключение. Я, изучив материалы, выяснил, что на этот район отсутствует ПДП. На что он ответил, надо решить этот вопрос положительным. Судебное заседание продолжается, пока суд рассматривает 82-й том дела. Аймамлина Исламбекуспан Арман Артаев, Первый, Карагандинский. А бывший оперуполномоченный колонии строгого режима Руслан Поповян признан виновным в пытках экс-таможенника Серика Баймаганбетова. Его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Поповяна осудили по статье «Пытки», совершенные группой лиц по предварительному сговору. Из материалов уголовного дела следует, что 25-летний оперуполномоченный Руслан Поповян заставлял заключенного Серика Баймаганбетова в обнаженном виде мыть полы в тюрьме АК-159-6. Подсудимый, предъявленные ему обвинения, отрицал. В период судебных разбирательств он находился на свободе, оставив залог в виде денег. В зале суда на него надели наручники. Денежные средства в сумме 1 миллион тенге, которые были оставлены для залога, будут возвращены залогодателю. Также суд постановил взыскать с осужденного чуть более 308 тысяч тенге за производство экспертиз, сообщила руководитель отдела информационного обеспечения Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова. Приговором Шатинского городского суда Карагандинской области 15 сентября 2015 года Поповян признан виновным. В совершении преступления предусмотрено статьей 141.1 часть 2 пункта Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Сдача квартир пострадавшим от весенних паводков этого года продолжается. Сегодняшними обладателями новых домов стали жители поселка Агадыр и села Аксуа-Юлы. Как проходит новостей ли у сельчан и какие работы были проделаны властями, решили узнать и журналисты 1-го Карагандинского. Последствия весеннего наводнения превратили поселок Агадыр и село Аксуа-Юлы в округ с новыми благоустроенными домами, с развитым санузлом, новым ремонтом и утепленной кровлей. 8 домов сегодня с участием Акима области Нурмухамбетом Абдебековым раскрыли свои двери пострадавшим. Ликвидация последствий весеннего паводка и строительство нового жилого объекта всегда была под наблюдением Акима области. За этот период были подготовлены все необходимые документы, выделены средства из бюджета, порядка 97 миллионов тенге. Кроме этого, из фонда общественного тоже были дополнительные финансовые средства выделены. И таким образом работы по строительству полностью завершены. И сегодня мы, заселяя жителей, владельцев этих квартир, полностью вопрос на сегодняшний день Пушетскому району по ликвидации последствий паводка закрываем. Среди обладателей новых квартир пострадавший Ордак Касымов. Отец троих детей, охранник и единственный кормилец в семье в этот день получил трехкомнатную квартиру. Мы сегодня получили квартиру в этом доме. Спасибо народу. Спасибо главе государства и областному Акимату. Рады мы теперь, как никогда. Старый наш дом таким не был. Здесь все новое, все в доме. Пусть у всех людей будут такие дома с высокими потолками. Кроме домов, по результатам оценки материального ущерба, пострадавшим из бюджета в полном объеме оперативно была выплачена компенсация, что очередной раз показывает хорошую поддержку правительства. В марте месяце 95 пострадали. Из них 8 квартир были признаны аварийными. И 8 домов мы построили. Два дома в Агадаре. Один из них 8-квартирный, другой 1-квартирный. И остальные их 6 домов в ближайших районах поселка. Из бытовой техники на моральный ущерб было выплачено 25 миллионов тенге. Были сделаны текущие ремонты, а 7 домов прошли капитальный ремонт. Все ремонтные работы подошли к концу. Жители рады и благодарны правительству за дома и благоустройство, за оказанную помощь и своевременное предоставление жилья. Аймабринова, Улжас Кабасов, Арман Нартаев, 1-й, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В Карагандинской области стартует месячник по благоустройству. С 28 сентября по 24 октября в регионе пройдет 4 субботника. Акимобластин Ромахамбет Абдебеков призвал чиновников и граждан принять активное участие в уборочных работах. Пообещал отличившихся наградить по заслугам. На заседании по вопросам санитарной очистки региона Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников уделять больше внимания окраинам города. Также на субботники необходимо привлекать как можно больше людей. 10 октября будет проведен общий областной субботник, приуроченный к проведению акции труд. На этот субботник необходимо привлечь, понятно, что всех. По предварительным прогнозам субботники дадут хороший результат. Для уборки территории планируется привлечь более 200 тысяч человек и задействовать около тысячи единиц техники. Также, по словам чиновников, будет ликвидировано около 400 несанкционированных свалок, посажено 18 тысяч деревьев. При проведении осеннего месячника в текущем году особое внимание будет уделено качеству работ и привлечению наибольшего количества жителей для проведения благоустроительных работ. И, как вы отметили, особенно в дворах, где проживают наши граждане. В субботнике пройдут и в городах-спутниках. В Тимиртау планируют провести три уборочные акции. В Жасказгане будет посажено более 2000 молодых насаждений. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников не забывать и о подтопленных паводками участках. Все пострадавшие районы области должны быть охвачены уборкой. Аймамлина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. На будущий год те участки дорог, где сейчас проложили новые теплосети, покроют шебеночно-мастичным асфальтобетоном. За предпринимателями станут тщательно присматривать, чтобы не скрывали свои доходы. А проблемы с нехваткой мест в садиках и школах постепенно решаются. Сегодня на очередной сессии городского маслехата Аким Караганды Нурлан Аубакиров отчитывался перед депутатами о выполнении возложенных на него функций и задач. Сергей Высокосов расскажет подробнее. Какие теперь приоритеты в бюджете города и как в сложной экономической ситуации их получается реализовывать? Как привлекают инвесторов в Караганду, чтобы регион развивался успешнее? Сегодня градоначальник Нурлан Аубакиров отчитался перед депутатами о своей работе за 8 месяцев. На сессию позвали все городское руководство и общественников Караганды. Вместе с тем, с учетом предложения депутатского корпуса на новые инициативы предусмотрены средства в размере 1,3 миллиарда тенге. Это дальнейшее благоустройство дворовых территорий, ремонт фасада ДК Нового Майкудука и благоустройство сферы перед зданием, ремонт дорог и реконструкция детского сада «Солнышко». Как проходит реализация государственных программ в Караганде, как помогают социально защищаемым гражданам, как идут дела с жилищным строительством, развиваются земельные отношения и архитектура. Весь отчет Акима был разложен по полочкам, точнее по пунктам. Здесь было рассказано и о благоустройстве, и о коммунальном хозяйстве, и даже было подмечено, что работа общественного транспорта оставляет желать лучшего. О развитии Караганды по всем отраслям градоначальник рассказывал больше получаса. Отдельной строкой – работа по обращению граждан и депутатским запросам. В отчетной речи было сказано и о том, что преступность в городе выросла, но не от того, что нарушителей стало больше, а потому что регистрировать правонарушителя стали тщательнее. Уважаемые депутаты, в своем докладе мною обозначены основные вопросы жизнедеятельности города и планы на следующие годы. И все они находят отражение в ваших запросах. Как я ранее отметил, все имеющиеся проблемные вопросы, поднимаемые на разных уровнях, тщательно рассматриваются. Завершая свое выступление, мне бы хотелось выразить уверенность в том, что совместными усилиями исполнительной власти и депутатского корпуса, а также при поддержке активности горожан, мы обеспечим решение всех дальнейших вопросов развития города. Я убежден, что поставленные главой государства и цели, и задачи будут успешно реализованы в тандеме и сотрудничестве вместе с вами. Огромное хочу вам выразить благодарность за вашу помощь и поддержку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Все, о чем говорилось в докладе Акима, депутатам хорошо знакомо. Все эти месяцы народные избранники проводили и выезды на места, и собрания, на которых перечисленные вопросы рассматривались с чиновниками и общественниками. В итоге депутаты признали работу градоначальника эффективной. Отметили, что комплексный подход к строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунальной собственности, который начали внедрять в нынешнем году, дал хорошие плоды, несмотря на трудности. Однако затянуть пояса потуже придется всем без исключения, и в первую очередь администраторам важнейших государственных программ. А тут же напомним, сейчас в непростой экономической ситуации идет подготовка проекта бюджета города до 2016-2018 годы. Безусловно, в новой сюжетной политике будут оптимизированы все расходы, и есть над чем поработать совместно, чтобы люди жили не хуже и доверяли местным властям. Это ремонт зданий, объектов в социальной сфере. Установка 100% потребностей дорожных знаков и строительства новых детских садов и жилых домов для нашего динамично развивающегося города. Исходя из чего, необходимо решение вопроса строительства инженерных коммуникаций и расширения проектных мощностей тепло- и водоэлектроснабжения, что также позволит обеспечить потребителей качественными коммунальными услугами, в том числе жителей малых поселков города Караганды. О работе 49-й очередной сессии гор Маслихата 5-го созыва мы будем рассказывать и в следующих выпусках новостей. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Приятные продолжения. В честь юбилея главного закона страны, 20-летия Конституции Казахстана, в Караганде продолжают отмечать заслуги горожан в развитии нашего независимого государства. В окончании сессии городского Маслихата еще три депутата были удостоены почетных грамот по случаю важного торжества. Два депутата-педагога и один медицинский работник с большим стажем работы. Сегодня на сессии Аким города Караганды Нурлана Убакир вручил почетные грамоты Сане Буранкуловой, Жанделю Мухтару и Геннадию Ивченко. Все они народные избранники уже не первый созыв. К примеру, Геннадию Ивченко карагандицы доверяют в четвертый раз. А Санью Буранкулову и Жанделю Мухтарова избирают третий созыв подряд. В почетных грамотах сказано о том, что депутаты внесли трудовой и творческий вклад в общественно-политическую и социальную жизнь города и области. ДТП с летальным исходом произошло в Караганде. Виной тому послужило алкогольное опьянение. На одном из информационных сайтов была опубликована информация о том, что 39-летняя женщина выпрыгнула из полицейской машины. Женщина дебошировала в машине. В результате получила травмы, несовместимые с жизнью. С места происшествия пострадавшую увезли на машине скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, ее не удалось спасти. В данное время ведется расследование. В состоянии алкогольного опьянения женщину увезли в полицейский участок с участковым инспектором. В это время она открыла дверь и выпрыгнула из машины. От полученных травм она скончалась в больнице. На сегодняшний день по данному факту ведется досудебное расследование. К другим новостям. В Казахстане за последние годы значительно выросли показатели преступности. С этим можно и нужно бороться. Так считают сотрудники правоохранительных органов. По всей Карагандинской области провели акцию «Нулевая терпимость к правонарушениям». Студенты совместно с работниками полиции раздавали информационные буклеты, в которых расписаны статьи из административного кодекса. Для снижения преступности предлагается применять принцип «Нулевой терпимости» к мелким, но наиболее часто совершаемым правонарушениям. Таким как хулиганство, курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, выброс мусора и многое другое. В данную акцию мы задействовали неправительственную организацию «Мир добра» с участием студентов, волонтеров. Акция проводится у нас практически ежегодно. Раз, два уже в этом году вторая подобная акция. Студенты и волонтеры считают, что такие акции необходимо проводить для разъяснения гражданам об их правах и обязанностях. Для себя я взвлек свой урок. Нас ознакомили, мы прочитали и как бы уснили для себя все порядки нашего города. Постоянно с каждым годом все больше и больше завлекают нашу организацию «Красного полумесяца». Карагандинские сотрудники ДПП вышли в рейд. Сегодня они проверяли водителей на знания правил дорожного движения. Вместе с ними работала и наша съемочная группа. За пару часов, проведенных вместе с сотрудниками ППП, мы стали свидетелями нескольких нарушений правил дорожного движения. В ходе рейда были выявлены факты превышения скорости, выезда на встречную полосу и проезда на красный свет светофора. При этом водители автомобилей пытались всячески избежать наказания. Оправдывались и даже спорили с полицейскими. Но закон есть закон и правила дорожного движения нужно соблюдать. Работаем по выявлению грубых нарушений, то есть выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, непропуск пешехода. Это в основном данные нарушения у нас являются грубейшими правилами дорожного движения. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова